Добрый вечер, РФТОВ! Этот материал для изучающих еврит на продвинутом уровне. Сегодня мы поговорим о словосочетаниях со словом ЭВЕН – КАМЕНЬ. Первичная разработка этого материала принадлежит активному участнику творческого процесса на нашем канале, который просил себя представить как Южноуралец. Большое спасибо Южноуральцу! Итак, первое словосочетание – ЭВЕН – ЕКОРА, дословно ДОРОГОЙ КАМЕНЬ. И мы чувствуем, что слово ЭВЕН – женского рода, несмотря на отсутствие характерного для слов женского рода окончания. ЭВЕН – ЕКОРА, КАМЕНЬ ДОРОГОЙ. Это словосочетание когда-то использовалось чаще, сейчас используется редко. И по смыслу оно означает «полудрагоценный камень», «дорогой камень». Во множественном числе, если мы хотим сказать дословно «дорогие камни», по смыслу «полудрагоценные камни», мы скажем «АВАНИМ ЕКОРОТ» – «дорогие камни». И мы обращаем внимание, что здесь у нас словосочетание существительное, прилагательное. Важно подчеркнуть, что в современном языке чаще используется другое словосочетание для передачи значения «полудрагоценные камни». Это в единственном числе ЭВЕН – ХЕН – «полудрагоценный камень». И мы обращаем внимание, что здесь у нас словосочетание типа СМЕХУТ. В данном случае два существительных. ХЕН – это миловидность, что-то радующее глаз. У нас по смыслу получился камень, радующий глаз, камень миловидности. Если я хочу сказать во множественном числе «полудрагоценные камни» с этим словосочетанием, я скажу АВНЕЙ ХЕН. И на всякий случай я напоминаю, что в СМЕХУТе у нас в сочетании, например, двух существительных, когда мы хотим получить множественное число этого словосочетания, то мы преобразуем первое слово. ЭВЕН ХЕН – «полудрагоценный камень», АВНЕЙ ХЕН – «полудрагоценные камни». И второе слово у нас здесь – ХЕН осталось неизменным во множественном числе. Я беру следующее словосочетание «ЭВЕН ДЕРЕХ» и дословно получается «камень дороги». А по смыслу мы переведем это как символ какой-то, образно. Ориентир в пути. ЭВЕН ДЕРЕХ. То есть камень, который помогает нам понять, куда мы идем, и образно ориентир в нашем пути. И во множественном числе, если я хочу сказать символы, ориентиры в пути, я скажу АВНЕЙ ДЕРЕХ, потому что это словосочетание типа СМЕХУТ. ЭВЕН ХОЛЬ – «холь» – это песок. И у нас получается «камень песка», как песочный камень. Мы переведем это как «песчаник». Если вдруг я хочу сказать «песчаники», разные камни или разный тип песчаника, я скажу АВНЕЙ ХОЛЬ. По аналогии с этим ЭВЕН ГИР – это известняк. Слово «гир» – это мел в современном языке. ЭВЕН ГИР – известняк. Если я захочу сказать «камни такого типа» во множественном числе, я не уверен, что по-русски звучит «известняки», я не знаю, но на иврите я должен буду сказать АВНЕЙ ГИР. И при необходимости, если я добавляю артикль, то будет ЭВЕН ГАКИИР или во множественном числе АВНЕЙ ГАКИР. В СМЕХУТе, в нормативном иврите, артикль не ставится перед первым словом этого словосочетания. ЭВЕН БОХАН – «бохан» в современном языке – это «тест». И ЭВЕН БОХАН – это как тестирующий камень. Камень, который позволяет произвести проверку. По смыслу мы переведем ЭВЕН БОХАН как критерий, или в переносном смысле как испытание. Если я хочу сказать во множественном числе критерии, или образно испытания, я скажу АВНЕЙ БОХАН, потому что здесь у нас словосочетания типа СМЕХУТ. ЭВЕН ЭШ – это «огненный камень». Я хочу сказать, что это устаревшее словосочетание, то есть в современном языке не будет оно использовано. Где-то в классическом иврите, может, мы его встретим. Но нам оно понятно по структуре. ЭВЕН ЭШ – как бы камень огня. И если мне бы пришлось сказать во множественном числе «кремни», я бы сказал АВНЕЙ ЭШ. ЭВЕН ЭШ – это «кремень», то есть камень, при помощи которого можно получить искру, огонь. Более современный вариант – ЭВЕН ЦУР. ЦУР – это особо твердая порода, скала. И ЭВЕН ЦУР – это тоже «кремень». При этом в современном языке чаще используется слово «халамиш» в значении «кремень». ЭВЕН МАШХЕЗЭТ – дословно «точильный камень». И что здесь интересно, я на всякий случай отмечу, что в современном языке используется чаще другое словосочетание. Чуть позже я его назову. А это словосочетание известно, как бы интересно тем, что МАШХЕЗЭТ здесь – это прилагательное, хотя оно очень необычно по своей структуре, но примерно как в словосочетаниях «схухит», «магделит» – увеличительное стекло. «Схухит», «магделит» – не «магделит», а «магделит» – особый тип прилагательного в устойчивых словосочетаниях. Или, например, «аруха мавсекит». По смыслу, это «трапеза накануне поста», а дословно «как прекращающая трапеза». Но мы говорим не «аруха мавсека», а «аруха мавсекит». Или, например, «достаточное количество камут моспекит». Не «моспека», а «моспекит» – особый тип прилагательных. Если вам непонятно было то, что я сейчас сказал, посмотрите мой материал на эту тему. Ссылку вы найдете в описании к данному видео. В современном языке слово «машхезет» используется чаще не как прилагательное, а как название – это будет «точильный станок» или «точильный аппарат» без слова «эвен». «Точильный камень» в современном языке чаще, если мы захотим использовать, найти перевод на иврит, то мы столкнемся со словосочетанием «эвен ашхаза». И «ашхаза» – это процесс точения. Я надеюсь, так можно сказать по-русски. «Эвен ашхаза» – «камень точения». Мы переведем это как «точильный камень». «Эвен шоэвет» – глагол «шоэв», например, нам встречался в словосочетании «шоэв авак». Это «пылесос». «Шоэв» – это «втягивает» или «притягивает». И, соответственно, «эвен шоэвет» – это будет «притягивающий камень». «Камень, втягивающий в себя», так дословно. Это как магнит примерно. То есть, речь идет о месте, о человеке или предмете, к которому все тянутся. Он как будто бы притягивает к себе. Как будто бы как магнит. И «шоэв» я сказал, что это как глагол. «Всасывает», «втягивает в себя», «притягивает». «Шоэв». Но в иврите глагола – это очень такая условная вещь. То есть, мы можем по контексту перевести глаголы как прилагательное. Как в данном случае «эвен шоэвет» – это «притягивающий камень», существительное, прилагательное. Если я захочу сказать во множественном числе, я скажу «аваним шоавут». Словосочетание «эвен ахахамим» дословно мы переведем как «камень мудрецов», а по смыслу мы переведем как «философский камень». И во множественном числе, если я захочу сказать «философские камни», я скажу «авней ахахамим». Так как у нас здесь словосочетание типа «смехут», то, соответственно, во множественном числе первое слово будет «авней». «Эвен негеф». Чтобы нам было понятно слово «негеф», мы свяжем с однокоренным словом «негиф». Это «вирус» или «магифа», «эпидемия», то есть что-то нехорошее. «Эвен негеф» – это «камень преткновения», «помеха». В обычной речи мы это словосочетание очень редко услышим. Мало кто в своем лексиконе его содержит, но в литературе мы можем, естественно, встретить. «Эвен пина» – краеугольный камень. «Эвен пина» – это «угол». Имеется в виду как бы основа чего-то, что-то главное. «Эвен аруша» – замковый камень. Это камень, который в вершине, например, арки или свода, и на нем держится вся эта конструкция. То есть если его убрать, то арка или свод просто могут рухнуть, рухнуть. И часто это словосочетание редко мы услышим. Далеко не все знают, что это такое. И в качестве вот замкового камня образно используется как раз словосочетание «эвен пина» – краеугольный камень. По смыслу это будет то же самое, на чем все держится, основа чего-то. «Эвен аштия» – это камень основания. И мы обратим внимание, хотя здесь кажется, что слово «штия» имеет какое-то отношение к выпивке, к напитку. На самом деле здесь случайное совпадение. «Штия» здесь мы свяжем со словом «таштит». «Таштит» в современном языке – это инфраструктура. И «штия» в данном случае – это как раз основание. «Эвен аштия» имеется в виду конкретный камень, или лучше перевести это как скала, которая находится на храмовой горе. То есть считается, что это место, которое является основанием при создании всего мира. Будем считать, что это религиозный термин. И я пишу «эвен аштия» в слове «аштия». Я написал одну букву «ют», как раз, чтобы не путать со словом «штия», в котором пишут две буквы «ют». И это будет у нас значение «выпивка» или «напиток» какой-то. В данном случае я считаю, что лучше писать с одним юдом. Многие пишут с двумя юдами, это не ошибка. Но, как бы, мое мнение, что лучше писать с одним, чтобы разделять эти слова, не перепутать. Итак, последнее слово, которое мы сегодня рассмотрим. «Авнун» – это «рыба-камень», «борода-вчатка». И обратим внимание, здесь у нас слово «эвен» в сочетании со словом «нун», как бы составное слово. «Нун» в переводе с арамейского языка – это «обитатель воды». Это не обязательно рыба, это может быть какое-то другое существо, которое живет в воде. И в данном случае, как бы, «камень» и вот «рыба» или «водный обитатель» у нас дает слово «авнун», «рыба», «камень». Я очень надеюсь, что это было не сложно, понятно, интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.